Так, ну что, ребятули, в общем, сегодня обсуждаем 10 лучших криптомошенников и взломов 22-го года. Я думаю, будет немножко такая интересная тема, ну давайте посмотрим. В принципе, я снимал ролик похожий, топ мертвых криптолюд, можете глянуть на канале, подобная тематика. Так вот, и как бы было потеряно, сколько крипто-сообществом денег. И, кстати, пока я пишу этот ролик, у нас цена пытается пробить уровень по XRP, по остальным монетам, поэтому я говорил, скорее всего, ну, многие же ожидают коррекцию там в этот диапазон, но по факту, по факту, скорее всего, будет у нас укатывание. Ну, может быть, через боковичок какой-то, но пока, как только мы прошиваем вот этот уровень, мы улетаем, вот тут пустота, вот тут пустота, и можем улететь стремительно до запросто вот этих вот уровней. Хотя многие считают, что типа, не, ни хера, этого не будет. У нас будет же, что что, продолжение движения? Ну-ну, ню-ню, посмотрим. Ну, я, в принципе, не ручаюсь, может быть и будет, но, как бы, я вижу, что, скорее всего, вряд ли. Могут, конечно, новости все перекрутить, но потому, что я увидел, то толпе дали вот эту веру, что это движение будет, ну, а по факту, ну, в общем, ладно. Это не тема данного ролика, я глобально жду целей дно ниже десятки, поэтому у меня, в принципе, по барабану, что там будет локально, но давайте к сути. В общем, несмотря на то, что у нас там были серьезные ловушки, мошенничества, взломы веб 3.0, да, на протяжении всего 22 года, ряд ведущих централизованных тяжеловесов также рухнули. Так вот, что же это у нас было? Краткие факты. Ну, и согласно многочисленным отчетам кибербезопасности, за последние 11 месяцев 22 года хакерам и мошенникам удалось украсть сумму более чем беспрецедентно 4,2 миллиарда долларов в криптовалюте. Вот так вот, что на 37 больше процентов, чем в 21 году, хотя в 21-м был бычий рынок. Вот так вот, ребята, прикиньте, а сейчас медвежка, кризис и мошенники отмыли больше бабла даже. Ну, не наводит ни на какие мысли, но можете подумать и написать в комментариях. Когда ключевые криптовалюты стоили в 2-3 раза дороже? Вот так вот, да, даже некоторые и в 5, и в 10 раз, и может даже и в 100 раз. Ну, и крупнейшие атаки, как мы видим, это у нас Axie Infinity Ronin, естественно, многопользовательская экосистема Wormhole. Вот, вот так вот. Ну и плюс, конечно, SLP у нас укаталась, хотя там обещали золотые горы, ну а по факту там монет печатается в 5 раз больше, чем их сжигается. То есть там инфляция очень большая, и криптовалюта, понятное дело, что скам. Крах, конечно же, Terra Luna, ее, естественно, алгоритмического стабильной монеты, да, UST, да, ну и, как мы видим, запускает Ada Cardano, Jet, алгоритмический стейблкоин. Также у нас Tron запустил, ну, Tron, и, может быть, как-то более-менее додышит, да, и выживет до следующей бычки. А вот по поводу Ada Cardano не особо-то и уверен, потому что, ну, действительно, есть риски определенные. Даже, ну, они-то запустили эти стейблкоины после краха Terra Luna, то есть наводит на мысль, что им абсолютно без разницы на своей комьюнити. Вот, также еще Ankor рухнул проект, ну и все, что с этим связано, Merck, протокол Merck, да, ну и прочее-прочее. Там Evalanche, кстати, если кто забыл, я считаю, что он тоже высокоисковый проект. Почему? Потому что был связан с Terra Luna, и они там взаимодействовали, были в партнерстве, инвестировали друг в друга. Поэтому имейте это тоже в виду, но многие почему-то про это забыли уже. Также, естественно, крах и драма там вокруг биржи FTX, Solomeda и Search, ну, что, в принципе, одно и то же. Плюс там та же Solano, ту же Solano они сливали, хотя всем говорили экосистема, фундаментал там, ну и что? После того, как они начали сливать там и так далее, то есть и по факту эти криптовалюты могут еще сильнее укатать и укатывают, поэтому вот эти бредни, что типа вот фундаментал зарешает. Ребята, фундаментал на бычке-то не особо работает, и то отчасти лишь, да, потому что оренок растет, это просто как позитивный фон дополнительный. А на медвежке вообще не работает, тем более в кризис. Ну, многие про это забывают почему-то. Вот, ну, несмотря на то, что крупнейшие взломы обсуждаются, ну и как мы видим, также какие-то поддельные аэрдропы были, ну, естественно, гивэвэи, там продолжается вот этот развод для меньше 70 IQ людей, верующих в халяву, там, вредоносные программы восстановления, ну, там, взломы метамасков, трост валетов, я думаю, тоже все с этим, ну, не то, что сталкивались, ну, кто-то, может, и сталкивался, он вообще видел это все, вот, арбитражные схемы и тому подобное. Ряд крупных взломов оказался белыми операциями, злоумышленники возвращали украденные деньги в обмен на внушительное вознаграждение за обнаружение ошибок, ну, естественно, это все гонило, как по мне. И почти 12% всех токенов BIF20 и 8% токенов YXC20 являются мошенническими, вот так вот. Ежедневно запускается 350 новых мошенников, вот. И в данном обзоре будут называть целенаправленно специально, какие действия были запущены, ну, и которые были легитимными скамами, да, ну, легальными, ну, насчет легальными не знаю, ну, в общем, вы поняли, ну, а потом, естественно, стали нелегальными после того, как их раскрыли. Ну, и взломы сторонней атаки на проекты, осуществляющиеся без событий инсайдерской работы. Так вот, ну, как мы видим, основные крипталюты упали уже, там, на 80%, GameFi, вот, там, та же Solana упала, медийная, кстати, медианная, своя медианная потеря превышает 90%, вот, и плюс, там, у них штат они вообще почти весь распустили. Ну, и по факту, естественно, самый крупный взлом — это Taraluna. Далее, я думаю, никому не стоит объяснять, а также еще тут было, получается, однако, в 22-м году кто-то начал отправлять UST в пулы на Curve Finance, то есть вот так вот, и также обменивать на токены USDC. Ну, то есть он у нас потерял привязку, как мы видим, ну, и по факту, докон сказал, что вливать ликвидность, ну, и вот эта спираль смерти, конечно же, это все было спланировано, как потом выяснилось, спустя 2 недели после скама, ну, как бы, естественно, все известно постфактум, заранее имеют информацию только те, кто, ну, создавал это все, да, либо участвовал. Поэтому также у нас Free Errors Capital фонд, ну, ZAS, да, как его называют, вот. Ну, и, как видим, также был одним из первых инвесторов в эфире, в Элендж, Солану и другие. Как, как, как интересно, да, вот экосистемные токены замешаны в этих фондах всегда, да, и внезапно такие совпадения, да, скамятся сначала Taraluna и связано было с Эленджем, а тут Free Errors Capital скамятся тоже с Эленджем связан, там, и с Соланой. Ну, какие совпадения, прям, вот это да. Поэтому и далее, потом, естественно, у нас там еще начинаются вот эти конители с Grayscale, да, Voyager, также у нас скамятся тоже фонд, который, кстати, обеспечивал там Credit Servers Capital, то есть также они были связаны. Вот мы видим, какие у них были объемы, то есть USDC, ну, VGX их токен, да, Voyager. Потом ADA Cardano, тоже совпадение экосистемы Doggy. Ну, ладно, ZaraX, KNC, Bitcoin, Dash, Link, EOS, XTZ, XLM, Ethereum, Bitcoin SV, кстати, на удивление, обычно его никто не холдил, LTC, MANA, OXT, OMG, DOT, Atom, Bitcoin Cash, Uniswap, BAT, Zcash. Ну, тут еще более-менее. Вот, Celsius, естественно, я думаю, многие тоже слышали. И самое интересное, что, как минимум, как и Voyager, он объявил в банководстве в начале июля, вот, ну, когда рынки упали там и так далее, поделились, что, в общем, дара у них в балансе 1,3 миллиарда долларов, а типа до этого они ее не видели, ну, уже смешно. Вот, ну, понятно дело FTX, ну, я думаю, тут уже обсуждать нечего. Ну, и самые популярные взломы, конечно же, давайте глянем, что у нас было на английском. То есть это Wormhole, у нас был взлом, потом Ronin, Nomad, вот, Beanstalk, ну, я даже не слышал за такие Winter Mute. Ну, и бонус, получается, нам говорят, что не нужно поддаваться на эти мошеннические схемы. Ну, на самом деле, как бы, предупреждают, что изощренные сценарии, давайте почитаем, что же нам тут советуют. Включают в себя мгновенные кредиты на 1 миллиард долларов северно-корейских хакеров, севера-корейских, северная Корея. Ну, интересно, да, вроде что там интернета нету, ну, а тут хакеры, ну, совпадение, да, ребят, тут такая конспирология уже подъехала. Впечатляющее оборудование для взлома, то здесь, то там появляются очень примитивные мошеннические компании. Вот, по состоянию на 20-й год в криптографии очень распространены три схемы атак. Поддельные акдропы, ну, пылевая атака, я думаю, многие слышали, что случайно вам какие-то мелкая сумма монет попадает, и вам их нужно там либо, ну, предлагают опорубную, да, принять, или там обменять что-то, либо внеси, там, я не знаю, 500 долларов, получи тоиста на халяву. Ну, это же, ну, на дебилово рассчитано, понимаете, то есть, которые верят в халяву и мозги не включают. Я даже слышал такие случаи, что даже пытаются заскамить каких-то людей, у которых, ну, существенные суммы, там, это, ну, там, сотни, миллионы долларов, ну, сотни тысяч долларов, миллионы, и там, типа, вот, вам там пришла транзакция, миллион долларов, подтвердите, или, там, 900 тысяч долларов. Ну, вы, даже если попробуете подтвердить, во-первых, у вас, скорее всего, бабки угонят, да, как только вы, там, кошелек подключите, либо еще что-то сделаете, ну, в общем, вы поняли, там, так, работает как вирус, да, как троян, типа, или что-то того, либо еще более какие-то хитрые вирусники, вот, либо, соответственно, вам, ну, понятное дело, вам ничего не выплатят, естественно, там эта сумма реально может быть у мошенников, но, опять же-таки, естественно, нужно понимать, что люди, которые при бабках, да, они понимают, что, ну, халявы нет, и никто вам на халяву просто так ничего там отсылать не будет и так далее, и, тем более, доить какие-то деньги благотворительностью заниматься, ну, а людишки, которые верят в халяву, там, что на них не зайдет миллион долларов, они на это, естественно, повелись бы запросто, понимаете, поэтому, естественно, все, что дается, тем более, какие-то большие суммы, просто так, типа, решил с тобой кто-то поделиться, ну, ребят, ну, это ж смешно просто, ну, понимаете, человек на это мог пахать годами, десятилетиями, и тут он вам просто отвалил миллион баксов, просто ни с того ни с сего, блядь, ну, это ж смешно, понимаете, никто на это не пойдет, вот, поэтому, и, соответственно, ну какому-то, я имею в виду, чужому человеку просто так вот отдать деньги, просто на шару, осчастливить кого-то, вот, поэтому говорят, что запустить аферу, организуют рекламную кампанию на YouTube, либо размещают рекламу в Twitter, объявляют, что интернет знаменитец, ведущий предприниматель, там, либо еще кто-то, даже политик, там, сбрасывает криптовалюту, ну, либо покупает, да, всем готов претендовать на свои бонусы, следует отправить первоначальный депозит, который якобы будет возвращен со стопроцентной прибыли, ну, типа, вот как в телеграм-каналах есть реклама какая-то, типа, вложи там, я не знаю, 6 тысяч, там, я не знаю, условных единиц, получи там, я не знаю, в обмен 30 тысяч, или там 50 или 100 тысяч, ну, типа, ты отдаешь мне в доверительное управление, я забираю твои 6 тысяч и даю тебе на выходе, там, я не знаю, 60, в 10 раз больше, ну, а ему какая выгода, вы скажете, ну, он комиссию берет, да нет, он зарабатывает просто на таких наивных дебелоидах, которые думают, что, типа, сейчас ты там вложишь, смотри, ну, так, если он может так легко приумножать суммы, сука, никто ж не задается вопросом, если он может так легко сделать, там, чуть ли не за 2 дня эти 10х, так, а почему он тогда сам не возьмет, не займет денег и не сделает, понимаете, либо там не заработает денег и не вложится, и не сделает по своей схеме, нахера ему в публичный доступ выходить и давать это? Многие спрашивают, зачем ты ведешь закрытый клуб, во-первых, мне интересно этим заниматься, во-вторых, я не буду лукавить, в том числе, я и на нем зарабатываю, вот, и, естественно, я считаю, что труд должен быть оценен, потому что бесплатное в основном не ценится, и платное не всегда даже ценится, чтобы вы понимали, поэтому, такие дела, ну, естественно, это как дополнительный источник заработка, как диверсификация, я этого никогда и не скрывал, вот, поэтому, ну, и плюс, интересные людям мои рекомендации конкретные, да, ну, я считаю, за это, ну, как бы, время деньги, поэтому и любой специалист, который ценит свое время, ценит свою жизнь, да, и свою экспертность, свой профессионализм, он имеет право брать за это деньги, большинство, конечно же, берут, но профессионалами не являются, я считаю, я являюсь, может быть, не самым топовым, но одним из топовых, ну, в СНГ комьюнити так точно, да и в англоязычном комьюнити, я же, я за пояс заткну любого с его там аналитикой, поэтому и расскажу ему, что и как в этой жизни, вот, и в плане экономики, там, и в плане криптовалюты, вот, и все, я, может быть, могу не соображать технических моментов, в плане технических моментов, технологии, но в плане, там, графиков, либо еще чего-то, я говорю, что я один из лучших, я лично считаю, вот, может быть, кто-то считает по-другому, ну, окей, хорошо, поэтому лучше меня ребята есть, я не спорю, я у них учусь и равняюсь на них и стремлюсь, вот, ну, я не зазнаюсь в этом плане, но в целом, как бы, те, кто создают закрытые клубы, веб-чаты, они нихера не соображают в основном и так далее, ну, то есть адекватных ребят, ну, пару процентов, ну, может быть, пять, ну, десять процентов, которые реально зарабатывают там на трейдинге, либо зарабатывают на тех же инвестициях крипту, вот и все, поэтому, ну, вот, покажите мне, кто сделал результат в закрытом клубе, мы холдили, еще раз говорю, монеты полтора года, ну, год-полтора, то есть мы их набрали еще там на коррекциях, да, и на той же медвежке, там, и, соответственно, на коррекциях в двадцать пятом году, захолдили, и потом на медвежке они дали кс, и мы забрали 35 иксов, кто такие результаты имеет, да никто, блядь, таких результатов не имеет за 22-й год, а мы заработали, вот и все, поэтому пруфы эти все есть, можете в гугл форме посмотреть отзывы людей, вот, поэтому, ну, и по факту, как бы, естественно, люди, когда претендуют на бонусы, там, или, там, приватные ключи, там, вы подключаете, либо еще что-то отдаете, ну, либо вписываете ситфразу, еще такие даже есть люди, которые ведутся даже на это, говорят, что обе группы теряют свои депозиты или все деньги со своих кошельков, вот, ну, естественно, никогда не надо отправлять деньги, или не надо приватные ключи ситфразы, либо кошельки куда-то подключать, непонятно куда, вот, боты, ручной работы, там, как бы, какой-то мэф, да, получается, максимальное вознаграждение, вот, ну, и мошенники размещают видео или текстовые инструкции о том, как создание собственных ботов, чтобы получить доступ к кошелькам и вывести свои средства, вот, ну, и на помощь также еще приходят мошенники, ну, естественно, помочь, помогать людям хотят, ребята, как это, знаете, как Вайтенка говорил, я создал это приложение, чтобы помогать людям, поэтому, ну, конечно же, ребята, блядь, все бизнесы, делается, чтобы бабки зарабатывать, в первую очередь, какое там помогать людям, ребята, ну, да, я помогаю людям, и я это понимаю, меня это тоже питает, и я, ну, мне нравится помогать и давать рекомендации даже бесплатно, но большинство людей этого не оценят, понимаете, вот и все, оценят, ну, процентов 10, 20, ну, 30, может быть, все, остальные просто либо будут неблагодарными, либо будут воспринимать как должное, ну, такова человеческая сущность, понимаете, вот, даже я, хоть и благодарный человек, и бесплатно даже ценю, но даже за платный продукт, который ты взял, особенно, если отвалил какую-то сумму, ну, да, любую абсолютно, неважно, это сотни тысяч, сотни тысяч, сотни долларов, тысячи долларов, там, десятки, тем более, то, или там за тот же автомобиль, либо за квартиру, либо еще за что-то, да, то, ну, как бы, ты понимаешь, что для тебя это более ценно, потому что ты вложился уже, понимаете, либо временем, либо деньгами, либо здоровьем, ну, то есть, вот так вот, а если ты ничего не вложил, и просто на халяву получил, то ты это не ценишь, и такова человеческая сущность, вот и все, поэтому я и создал закрытый клуб, потому что, в том числе, это дополнительный заработок, ну, и в том числе, мне приятнее общаться с людьми, с единомышленниками, которые на одной волне, ну, и плюс это своеобразный фильтр, да, ну, многие скажут, что, может, это слишком цинично, жестоко, но оно так и есть, то есть, фильтр, чем, я замечаю, чем больше у человека денег, тем он более адекватный, ну, такова статистика. Есть адекватные люди и с небольшими капиталами, и бывает человек даже со 100 долларами адекватнее, чем тот, у кого, там, может быть, десятки тысяч долларов, но это лишь исключение, поэтому адекватные люди есть с любым капиталом и везде, понимаете, но их единицы, к сожалению, большинство людей неблагодарные, ничего не ценят и хотят все на халяву и так далее, ну, в общем, вы поняли, поэтому, и как защитить себя, естественно, нам рассказывают, что, вот, размещают фейковые объявления, взломе того или иного проекта, фейковые компенсационные программы, гивэвэй, ну, то же самое, помните, я рассказывал, ну, и, как бы, всем, кто интересуется компенсацией, просят выслать свои сет-фразы, либо, там, кошельки куда-то, блядь, подключить, либо отправить суммы, ну, короче, схемы, я не знаю, такие детские, но люди все равно, ну, людишки ведутся, почему, потому что тупые, верят в халяву, понимаете, вот, прочитайте книгу Амирана Сардарева, халявы нет, офигеннейшая книга, паровина криптовит, ну, те, кто добился уже успеха, да, и зарабатывают уже там от 1000 долларов в месяц, как минимум, они и так, все принципы, там указанные, ну, как бы, знают, но, в целом, если вы прочитаете, то, особенно, если вы не зарабатывали, не зарабатываете еще, то вам поможет выйти на такой заработок и понятие, как жизнь устроена и как зарабатывать бабки, вот и все, поэтому, такие дела, ну, и, в общем, надо проверять новости, естественно, все проверять, перепроверять, ну, и не надеяться на халяву, потому что любые какие-то крупные проекты не будут, ну, будут делать айкдропы, но не будет такого, что вам, там, я не знаю, миллионы долларов насыпят или, там, за какие-то простые действия нажми две кнопочки, блядь, подключи кошелек, кошелечек или, там, отправь мне 500, я тебя отправлю 300, или, там, отправь мне 500, я тебя 1000 обратно отправлю, ну, я не знаю, но это развод, ну, не знаю, 2000, сука, восьмого года или начало двухтысячных, когда интернет только появился, люди верили в такой дебилизм, но до сих пор находятся люди, которые даже сейчас на это ведутся, уже только в криптовалюте, вот, и в двадцатом году большинство крахов было вызвано, типа, падением цен на криптолюты, плохим управлением, ну, то есть, естественно, кредитом набрались, да, жадностью владельцев централизованных криптолютных продуктов, ну, и почему децентрализация имеет большое значение, да, никакого она значения не имеет, и никакой децентрализации нету, типа, дао превратит коллапс, предотвратит коллапс, да, ничего бы оно не предотвратило, если захотели соскамить, они бы так и так соскамили, поэтому вот эти басни, что, типа, блядь, была бы анонимность, была бы децентрализация, была бы там еще что-то, была бы дорожная карта, ой, ну, такое-то лепит детский, честно, и, между тем, сетевые продукты должны заботиться об аудите безопасности, обновлениях управления частными самолетами не знаю что имеется до частные самолеты но в общем такой вот ролик ребят надеюсь зашел и такие вы дела и в целом схема как мы видим естественно какие-то там удалось выпустить какие-то токены там допечатали их без предоставления соответствующего залога ну естественно то есть хакер это тоже люди такие с мозгами очень конечно задроты они но как бы ну задроты в хорошем смысле то что именно соображают разбираются в компакт но опять же таки они поплатятся за это все рано или поздно и нужно это понимать что но это очень рисковое занятие вот поэтому и может привести к неплатежеспособности там и так далее ну и по факту материнская компания также взяла на себя убытки но и jump криптом типа все это восстановила ну в общем такие вот были взломы и нужно понимать что конечно же большинство проектов могут еще взломать могут еще со скамить могут намеренно либо не намерена это сделать ну в общем и такие вот делишки такие вот дела ну по поводу рынка в общем жду дальнейшего снижения в принципе как обычно но и на этих скамах вполне той же ады когда она либо еще других проектов либо бирж я уже отписывал закрытом клубе я предупреждал что движение уже скоро заканчивается я говорил об этом 5 февраля 5 февраля ребят когда мы уже начали корректироваться ну кто не послушал окей кто считает что дно дарить бога флаг в руки барабан на шее все всем удачи всем пока ждем дальнейших скамов и укатывания рынка